Почему Вишнадуты победили Ямадутов? Вишну – Верховный Господь, Вишнадуты – Его слуги, и они так же могущественны, как сам Вишну. Их природа так же трансцендентна, как природа Вишну, поэтому Вишнадуты превосходят Ямараджи, и Ямадуты не смогли прикоснуться к душе Джамилы. Они находятся ниже Вишнадутов. Можно понять, что те, кто непосредственно служит Вишну, более могущественны тем тех, кто непрямо, косвенно служит Вишну. Вайшнавы – они более могущественны, чем Майя. Хотя Майя тоже служит Бхагавану Кришне, она тоже служанка Кришны. Поэтому Майя не может запутать Вайшнаву. Майя терпит поражение от Вайшнавов. Ямараджи, он совершает севу для удовлетворения Бхагавана Кришны. Но делает это непрямо, он косвенно служит Ему. Видура давал очень простую пищу Бхагавану Кришне, и Кришна принимал ее с большим удовольствием. Даси, это слуга, предлагал Джаганадхе один кокос, и Джаганадха принял его. Помните, этот слуга, он был шудрой, никто не пускал его в храм, никто бы ему даже позволил дать предложить Джаганадхе кокос. Но он попросил одного брахмана, чтобы этот брахман он предложил кокос Джаганадхе. И он сказал ему так, если Джаганадха сам не возьмет у тебя этот кокос, то ты принеси его назад. И брахман, он был простой, он шел откуда-то из какой-то деревни, и он сказал, ну хорошо, что делать. Он пошел в храм Джаганадхе, он там стоял где-то, ну и он сказал, ну так начал молиться, что вот Даси, он попросил предложить этот кокос Джаганадха, Господь прими это. И в итоге вытянулась рука через всю алтарную и схватила, ну от Господа Джаганадхи, его рука вытянулась и схватила этот кокос. Все были поражены. Вот. И это все, это прямое служение. Майя Деви не может так служить Кришне. Конечно, Майя Деви, она служит Бхагавану Кришне. Она заботится о дживах в этом материальном мире. И также Имарадж, он не может совершать прямую севу, прямое служение Кришне, Бхагавану. Он заботится о дживах, которые совершили греховные поступки, греховную деятельность. Он наказывает их, чтобы исправить таковое его служение, чтобы они стали хорошими. И поэтому Имарадж говорит, я ниже Вишну Дутов. Они непосредственно служат Вишну. Помните, как Майя, она старалась соблазнить Харидаса Такура. Но в итоге она была побеждена. Вайшнавы всегда побеждают Майю. И также Вишну Дуты, они победили Имарадутов. Вишну Дуты более могущественны. Вайшнавы более могущественны, даже чем Имарадж. Если человек может непосредственно служить Кришне, может предложить листок Туласи непосредственно Кришне, он более великий, чем даже Имарадж. И Имарадж тут сам говорит об этом. Люди не способны узнать об этом. Они не могут понять, насколько велик Бхагават Бхакта. Люди не могут понять Бхагавана. Как они тогда смогут понять Бхакту? Они говорят, это обычный человек, как я. Ну да, так же он там есть, спит, в туалет ходит. Если чистый предный придет к нам, мы не сможем понять это. Потому что как Бхагаван скрыт энергией Йога Майя, так же и Бхакта скрыт этой энергией Йога Майя. Нахам Пракашах Сарват Хам, Кришна говорит. Получив милость Бхагавана, мы сможем понять Бхагавана. И так же, получив милость Вайшнава, мы сможем узнать Вайшнава. Бхагаван говорит нам, как познать его. Бхакти Амам Абхиджанати. Благодаря Бхакти можем понять, познать Бхагавана. И так же, Бхакту можно узнать благодаря Бхакти. Когда человек развивает Бхакти, он может видеть Бхагавана, и он может видеть Бхакту. Когда я вижу Гуру, я вижу, как он сидит у стоп Бхагавана Кришны. Это значит, что я одновременно всегда вижу и Гуру, то есть Бхагавана, и Бхагавана Кришну. Он, Кришна, абсолютная истина, он единственный, нет второго. И познать его, путь познать его, так же один, нет другого пути. Есть много мнений, много путей, говорят так, да, ученые, философы. Но это не так. Бхагаван один, и путь к нему один. И этот путь – это Бхакти. Человек может постичь Бхагавана нисходящим путем. Как это? Нам надо обратиться к Бхагаван Бхакти, который пришел через процесс слушания, через процесс слушания ученической преемственности. Шрота Парампара, говорится, Парампара слушания. Как нам вообще удовлетворить Бхагавана? Знания об этом исходят от самого Бхагавана. Благодаря Тапаси. Благодаря Тапаси, благодаря каким-то собственным усилиям, мы не можем познать Бхагавана, не можем получить знания о том, как познать его. Просто наш ум, разум тут не помогут нам. Нам надо слушать того, кто сам слушал. Надо принять это. Что рассказал Бхагаван Брахме? Он сказал, кто такой я, каковы мои качества, каковы мои деяния. Узнать ты это можешь только по моей милости. Чистый преданный находится в лучшем положении. Он находится выше даже, чем полубоги. Потому что полубоги не могут достичь Бхагавана Кришны в течение своей жизни. У полубогов очень длинная жизнь. И, может быть, после они смогут обрести. Но человек может легко обрести Кришну, став бхагты предным. Человеку даже не нужно ведическое знание, чтобы обрести Бхагавана. Человек может быть простым глупцом, безграмотным, неспособным читать, неспособным понять веды. Но он может слушать своего гуру. И так он легко познает Бхагавана. Великие пандиты, ученые, они знают веды. Они знают веданту. Очень хорошо они все изучили. Но они не могут понять, кто такой Махапрабу. Гапинат Хачаги не был таким ученым. Может, он не знал так хорошо веды, веданту. Но он бхагты. И он хорошо знал, кто такой Махапрабу. Чтобы узнать Бхагавана Кришну, нет нужды в знании вед веданты. Только если человек станет бхагтой, он очень легко сможет узнать Бхагавана. И как получить милость, благодаря которой смогу я получить знание о Кришне, о Бхагаване. Такая гриппа приходит только через процесс слушания. Если человек не слушает из авторитетного источника, он никогда не обретет милость. Поэтому надо слушать из бонефиды источника, от бонефиды личности. Гриппа проявится через бхагту. Бхагта – это обитель милости. Он олицетворение всей милости. Если бхагта пожелает, он может дать нам Бхагавана. Потому что он всегда связан с Бхагаваном. Всегда видит Бхагавана. Каждое мгновение он видит Бхагавана в своем сердце. Потому что его глаза увлажнены бальзамом любви. Если Бхагаван покажет свою изначальную форму, тогда мы сможем узнать. А если он не покажет, как нам узнать? Процесс познания Бхагавана – это слушание. И после слушания что мы будем делать? Кихтанам. Махапрабу говорил, не читай много книг. Если вы не слушаете из бонефида источника, какой толк в чтении так многих книг? Не надо пытаться проповедовать из шаста, чтобы получить вознаграждение, какие-то деньги, какую-то славу, признание. Если человек хорошо поет на гадхаряты, но сам он не слушал, он не прошел через процесс слушания, что он делает? Он просто пытается привлечь умы других людей. Они не могут видеть Бхагавана и могут показывать его другим. Если мы много слушаем из разных источников, из неавторитетных источников, что толку от этого? В Индии так многие говорят Кришна Катху, но мы не хотим их слушать, потому что они не бонефиды. Они не прошли через процесс слушания. Шила Прабхападжи говорит, будьте осторожны. Когда змея касается молока, молоко превращается в яд. Оважного мука гирнам. Если мы будем слушать человека, который пришел не через процесс слушания, не в ученической преимущественности, мы просто отравимся. Что такое садхья и садххана? Это цель и средство достижения цели. И садхья – это харинам. И садххана – это тоже харинам. Надо всегда воспевать Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Раму, Харе Раму, Харе Раму, Харе Харе. Чтобы познать Бхагавана Кришну, нам нужно Бхакти. И как придет Бхакти? Надо слушать Бхакту и воспевать Харе Кришна. Это очень простой процесс. Нет проще способа познать Кришну. Бхакти очень могущественно. Настолько могущественно, что Бхакта покоряет самого Бхагавана. Бхагаван чувствует свою неспособность. Но он верховный. Бхагаван говорит, что он в долгу перед теми, кто служит ему. Как это возможно? Ведь никто не равен ему. Никто не выше его. Что это за Бхакти? Что это за Бхакти, которые делают так, что Бхагаван терпит поражение от Бхакты? Смотрите. Бхагаван ест остатки трапезы пастушков. Бхагаван становится колесней, чем Арджуны. Бхагаван как посыльно идет в собрание Куру. Бхагаван несет деревянные тапочки Нанды Махараджи на своей голове. Бхагавана связывает Ешода Мата веревкой. Бхагаван побеждает Пхишмадева. Бхагаван позволяет пастушкам залезать себе на спину из-за того, что он проиграл. Как это происходит? Все, что Бхагаван дает Бхагавану, он ест. Даже кожуру банана. Он не ждет, пока Бхагаван будет произносить мантру, звонить в колокольчик, ложить листья туласи. Он просто хватает. Он выхватил у Судама вот этот давленый несвежий рис. Бхагаван его счастливо ел. Как это происходит? Даже если совсем чуть-чуть. Он сказал Дагаупаде, я удовлетворен, когда он съел маленький листочек. Допустим, если мне дадут совсем чуть-чуть какой-нибудь маленький листочек просада, я буду возмущаться. Но он принял совсем чуть-чуть, и он стал доволен. Почему? Потому что Бхагаван дал ему. Он стал счастлив. Принимая любовь Бхагаван, что он делает в итоге? Он становится его слугой. Становится его Дасом. Он становится Бхагаван. Бхагаван говорит, правь моей колеснице. Кришна говорит, хорошо. Бхагаван говорит, принеси мои тапочки. Да. Все, что говорит Бхагаван, он делает. Бхагаван становится его отцом, матью и другом. Он становится всем для Бхагавана. Но Бхагаван полон сам в себе. У него нет отца и матери. Тем не менее, он принимает отца, мать. Он принимает Бхагту, который очень дорог ему. Он принимает их своим отцом, матерью. Он говорит, даже Брахма не так дорог мне. Санкашана не так дорог мне. Шиладжи не так дорог мне. Даже супруга Лакшми Деви не так дорога мне. Даже я сам, моя собственная атма не так дорога мне, как ты, Утхава. Бхагаван даже становится предметом покупки и продажи. Все это только из-за бхакты. Вся ведическая литература говорит нам об этом. Севака очень дорог Бхагавану Кришне. И только он дорог ему. Там, где преданы, там находится и Бхагаван. И там Вриндаван, там все. Сердце преданного – это Вриндаван. И Бхагаван находится там. Если мы можем увидеть Бхагту, мы легко сможем увидеть Бхагавана. Бхагта имеет столько много счастья, столько много любви. Бхагаван не может понять этого. Потому что Бхагаван – он объект любви. И поэтому он развил желание стать Бхагтой. Бхагта, Вайшнав всегда очень могущественный. И Махадж говорит об этом. Он говорит, Вайшнав более могуществен, чем я. Конечно, Махадж тоже Вайшнав. Но он ставит себя в такое смиренное положение сейчас. Это качество Вайшнава. Однажды один человек сказал Гуру Дэву – вы уттама-трикари. Гуру Дэв ответил – я не нахожусь даже на уровне конечно-трикари. Я хуже червя в испражнениях. Я очень низкий. И таковы симптомы уттама-трикари. И так сейчас себя ведет Ямахадж. Он прославляет Вишну Дутов. Он считает себя низким. И вывод такой. Вайшнав иногда становится более великим, чем Бхагаван, чем Вишну, Кришна из-за сильной любви, из-за премы, из-за бхакти. Это из лекции Шиши Падчхи Тани Чанды Прабху 01.07.2008.